Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на площадках и снова разбираем события минувшего дня и анализируем те отчеты, которые у нас запланированы на предстоящей торговой сессии. Собственно, сегодня нас ожидает тоже не менее насыщенная и интересная торговая сессия, поскольку сегодня мы с вами следим за заседанием американского регулятора, пересмотром процентных ставок. Разумеется, ставки пока что меняться не будут. Также сегодня не пройдет пресс-конференция, но комментарии относительно того, какой позиции представители Федрезерва придерживаются, будут. Поэтому, друзья, я считаю, что даже без пресс-конференции, собственно, Джерома Паула, мы сегодня действительно можем получить еще один сигнал того, что политика в рамках США будет оставаться исключительно жесткой. Соответственно, даже несмотря на то, что очень многими сейчас изначально рассматривается именно такой сценарий, который имеет больше шансов на реализацию, все равно у доллара будет возможность подрасти и остается надеяться, что эту возможность он использует. Да и без того, в принципе, сейчас, если оценивать динамику доллара против иены, традиционно мы разбираем все, что происходит по штатам именно в дуэте этих инструментов, мы легко сейчас можем убедиться в том, что доллар японская иена сохраняет восстановительную динамику и на текущий момент действительно претендует на тестирование сопротивления 114 иен против доллара. Сейчас примерно на 30 пунктов ниже, 113.70. Хорошо, что миновали уже промежуточные выборы в Конгресс, обошлось без каких-либо рисков для доллара. Более-менее сейчас сценарии того, к чему приведет разобщенный Конгресс, уже определены. Мы об этом также еще поговорим. И, соответственно, друзья, у нас есть возможность, собственно, как и раньше, в силу еще отсутствия факторов геополитической напряженности, сейчас фокусироваться только на статистике по штатам. Давно уже пришли к выводу, что в такой ситуации лучше не мудрить, не пытаться, опять же, переиграть то, что не нужно переигрывать. И в данном случае по доллару вектор роста продолжится. Я надеюсь, что вы придерживаетесь такой же позиции, разделяете именно такое же мнение. Помимо того, что сегодня состоится заседание Федрезерва до, собственно, публикации решения по ставке в 18.20 нас ждет выступление председателя Европейского, Центрального банка Марио Драги. Скорее всего, он в меньшей степени будет говорить о перспективах монетарной политики, я имею в виду о перспективах изменения процентных ставок, программы количественного смягчения. Но коснется, опять же, текущего состояния экономики, текущего состояния показателей инфляции, именно ситуации вокруг Италии. Хотя позиция очень интересная у Драги по, собственно, Италии. Вы помните, еще в ходе прошлого седания Европейского Центрального банка, он сделал заявление о том, что, в принципе, ДЦБ безучастен сейчас в этом процессе. И денежные проблемы Италии, бюджетные проблемы, это не проблема монетарного, а характера, это очень сомнительно. Мы, кстати, ну, лично я немножко даже возмутился тем, что Драги позволил себе оказаться, мягко говоря, в стороне этого процесса. Но я думаю, что все-таки те СМИ, которые интересуются этой темой, попробуют выудить информацию у Драги и получить подробности по тому, что думает Европейский Центральный банк относительно дальнейшей ситуации по проекту бюджета, который остается в рамках Италии дефицитной. То есть сегодня, исходя из того, что было сказано, мы следим за поведением доллара и следим за тем, что будет с европейской валютой. Ну а теперь, друзья, давайте пробежимся по основным торговым инструментам, которыми мы с вами спекулируем. Начнем мы с нефтянки. Снова я с оптимизмом для продавцов делаю акцент на то, что нисходящая динамика продолжается. Бренд сейчас в районе 72 долларов за 1 баррель. Вчера мы видели то, что трейдеры предприняли в рамках дня попытку затащить бренд выше 73,5 долларов за баррель. Очень много в связи с этим на рынке появилось оптимизма, комментарий о том, что рынок наконец-таки развернулся, но энтузиазм, в принципе, сохранялся недолго. Формация представила доклад по запасам нефти США. И как вы наверняка уже знаете, эта статистика снова оказала поддержку на продавцам, потому что запасы снизились седьмую, точнее выросли седьмую неделю подряд, в этот раз на 5,8 миллиона баррелей. Еще, возможно, больший акцент трейдеры сделали на данные по росту нефтедобычи в США. Мы, собственно, еще неделю назад говорили о том, что Штаты преодолели планку в 11 миллионов, достигнув уровня 11,2. Однако последние цифры от администрации политической информации указывают на то, что Штаты уже вышли на показатель в 11,6 миллионов баррелей в сутки по производству. Разумеется, это уже доминирующая, лидирующая позиция среди всех нефтепроизводителей. Я даже уже попробую поспорить, насколько является здравым прогноз администрации на чеческой информации, который был сделан буквально два дня назад, о том, что в 2019 году ожидается рост добычи всего лишь до 12,1 миллиона. Всего лишь я уже специально, скажем, сделал на этот акцент, потому что мы видим то, что сейчас уже добывается 11,6. И темпы роста остаются на очень высоких значениях. Вероятно, Штаты могут претендовать даже на планку в 12,5 миллиона. Также в качестве дополнительного фактора поддержки для продавцов выступили все-таки итоги выборов в Конгрессе США. В частности, считается, что это, скажем, идея, которую я поддерживаю с точки зрения перспектив нефтянки. Если попробовать развернуть именно факт разобщенного Конгресса сейчас и попробовать понять, как наличие, собственно, демократов и республиканцев, которые контролируют палату представителей, и Сенат повлияет на нефть, есть две позиции, но они в целом, друзья, обе предполагают то, что нефть будет снижаться. Но, во-первых, разобщенный Конгресс может стать причиной более мягкой позиции, собственно, республиканцев. Ну, в частности, будем говорить о лидере республиканцев Трампа в отношении таких стран, как Иран. Хотя, наверное, куда уж мягче, точнее, США фактически дали возможность не соблюдать ограничения по поставкам нефти из Ирана для крупнейших, собственно, потребителей иранской нефти. Мы об этом говорили на протяжении всей недели и пришли к выводу о том, что, в принципе, рынку в плане предложения ничего не угрожает. И, с другой стороны, то, что с позиции уже демократов можно предположить то, что они реально способны снизить нормы по сланцевой нефтедобыче, точнее, увеличить нормы и дать зеленый свет тем производителям, которые все-таки хотят выйти на более высокие показатели производства. Я думаю, что это еще один, друзья, сигнал и повод того, чтобы ставить на Штаты, как на регион, который мы хотим-не хотим, но будем использовать в качестве основы для продажных позиций по бренду WTI, потому что основные объемы поставок, судя по всему, действительно будут идти со стороны США. Кроме США, мы на этой неделе с вами анализировали показатели добычи нефти в рамках ОПЕК. Сейчас, с вашего позволения, возвращаться к этим цифрам не буду. Также не забывайте еще и про Россию, которая также поднимает показатели, увеличивает производство нефти. Поэтому на рынке нефти продолжают доминировать продавцы. Впереди у нас 70 долларов за баррель, друзья. Но сразу хочу отметить, что не стоит даже с учетом такого позитивного, казалось бы, новостного фона для продаж, сейчас активно ставить на то, что эта планка 70 долларов за баррель пойдет очень быстро. Я допускаю, что вблизи текущих значений пойдет определенная консолидация по нефтянке. И если уж повезет нам, действительно, мы сможем в рамках сегодняшней торговой сессии до конца сделать 70 долларов за баррель, друзья, я думаю, что, возможно, на следующей неделе будет целесообразно даже поискать уровни и, скажем, значения котировок бренда, чтобы попробовать поспекулировать именно на весьма вероятном откате. Но это уже, собственно, разговоры о следующей неделе. Рубль 66.31. Поскольку основное снижение нефти у нас все-таки пришлось под самый замы из торговой сессии среды, я думаю, что сегодня на рубль с открытия торгов на МВБ снова обрушится давление. Собственно, мы увидим еще один, скажем, пресек на котировке российской валюты. И, соответственно, пара доллар-рубль будет претендовать снова на движение в район 67. С учетом того, что происходит сейчас на рынке нефти, друзья, и с учетом того, что все чаще звучат разговоры о новых санкциях против России, где речь, возможно, пойдет о окончательном полном продовольственном технологическом эмбарго, о запрете авиасообщений и запрете доступа к российскому рынку долга нерезидентам и запреты работать для российских банков с долларовой ликвидностью на корсчетах зарубежных партнеров. Это такие извечные темы, которые являются апокалиптическими для российской экономики, но они взяты на рынке, скажем, не на пустом месте. И это все отсылки на США, которые и прописывали такую дорожную карту постепенного воздействия на российскую экономику. И, как и было отмечено уже неоднократно, ноябрьские санкции могут... Хотя давайте все-таки в конкретные сроки не упираться, скажем, до конца 2018 года новый виток экономических санкций могут привести к более разрушительным последствиям, чем прожитые. Вот почему, друзья, я вам рекомендую сохранять все-таки длинные позиции по валюте иностранной против рубля и ни в коем случае не мудрить сферой в рубль. Доллар японская иена 113.69 растем. Как уже было отмечено, у нас впереди, собственно, решение по ставке. Ставка не изменится, даже не стоит здесь пытать каких-либо иллюзий. Это вообще нонсенс, парадокс, если что-то случится с опроцентной ставкой. Но нам достаточно услышать несколько жестких комментариев от представителей американского регулятора, чтобы еще больше укрепить, упрощить собственную веру в декабрьское повышение процентной ставки. Хорошо, что доллар сейчас чувствует себя очень неплохо, нуждается он явно в дополнительном триггере. И этот триггер у нас на повестке текущего торгового дня и есть. При позитивном раскладе и исходе фундаментального характера текущей торговой сессии, пара доллар-киена действительно может претендовать на закрепление выше 114. Это как раз, друзья, то, что нам нужно. Евро против доллара, 1.1424 сейчас у нас котировки. Недолго, собственно, евро находился в районе 1.1450-1.1660. Собственно, коррекция снова стала развиваться, преобладать риск и последствия выборов, промежуточных в Конгресс США уже, очевидно, не приведет к укреплению позиций рисковых инструментов, потому что, в конце концов, если бы были предпосылки для того, чтобы доллар серьезно просил, это бы уже произошло. Сейчас участники рынка убеждаются в том, что контроль все-таки республиканцев над Сенатом будет позволять им протаскивать все законодательные инициативы, которые необходимы. Но я знаю, что есть альтернативное мнение, позиция, она больше негативная. Это позиция против доллара о том, что раз демократы получили контроль над Палатой представителей, что произошло впервые за последние 8 лет, они могут создать, опять же, определенные препятствия для реализации реформ Трампа, либо даже есть разговоры об потенциальном эпичменте отношения американского президента. Но это абсолютно невероятный сценарий. Я больше склоняюсь к тому, друзья, то, что разобщенный Конгресс, это не так уж и плохо. Возможно, даже это лучше, чем было раньше. Потому что сейчас, учитывая равные силы, мы будем наблюдать за политикой компромиссов. Это значит то, что и Трамп, скажем, республиканцы будут идти на уступки, чтобы сделать и, в конце концов, реформировать экономику так, как было намечено изначально. И демократы, у них тоже есть свои законодательные инициативы, есть свои планы. Понимая, что если они пойдут на уступки для республиканцев, республиканцы также, возможно, не будут чинить препятствия им в будущем для тех программ, которые хотят реализовать они. В общем, я делаю акцент на благо, собственно, для доллара, на политику компромиссов и на то, что американцу ничего не угрожает. Поэтому, с вашего позволения, тему выборов в Конгресс можно благополучно уже забывать и фокусироваться на прежних рисках для евро. Это слабая статистика, это и перспективы, собственно, еще большего спада экономического и еврозоны, и Германии, это и мягкая монетарная политика, которая в связи с этим, скорее всего, будет продолжена и дальше. Я по-прежнему сомневаюсь в том, что Европейский центральный банк позволит себе, собственно, к концу этого года окончательно свернуть программу количественного смягчения. По статистике есть снова негативные, собственно, отчеты, плохие отчеты, роничные продажи по еврозоне. Это релиз, который был опубликован вчера, указал на то, что мечет выражение и муливой прирост. Это совсем смешно. В годовом выражении спад с 2,2% до 0,8%. На основании слабой розницы я позволю предположить, что снова есть проблемы в рамках валютного блока с ростом инфляции. И об этих проблемах мы узнаем в ходе последующих пресс-конференций Европейского центрального банка в лице Драги. И, собственно, скорее всего, будем работать с позицией того, что экономика по-прежнему нуждается в прежних стимулирующих мерах. Также ВВП Германии вчера был пересмотрен в сторону снижения прогноза, собственно, ВВП. Довольно серьезно, друзья, с 2,2% до 1,6%. Это на конец 2018 года. В 2019 году, скорее всего, показатель будет еще хуже. Это примерно 1,5%. Но на фоне торговой неопределенности, на которой мы продолжаем делать акцент уже сколько месяцев подряд, других цифр, наверное, мы бы и не могли бы видеть. Соответственно, я считаю, что экономика валютного блока будет испытывать все прежние трудности. Не забывайте также про итальянский проект бюджета, который до 13 ноября все-таки должен быть представлен. Но видите, что времени все меньше и меньше. Фактически это сакральная дата, которая уходит на следующую неделю, на середину следующей недели. Поэтому на будущей пятидневке нам будет действительно с чем работать в плане риска. И полагаю то, что, как и было отмечено раньше, уровни примерно в диапазоне 1,1370-1,1390. Это хороший уровень для того, чтобы открывать все короткие позиции по евро. Фунт против доллара 1,3125. Друзья, новостной фунт по Брэкзиту продолжает очень сильно, опять же, разниться между собой. В частности, вчера пришло сообщение на рынок о том, что 27 ноября Европейский суд рассмотрит в одностороннем порядке возможность отмены Брэкзита. При этом я вчера наткнулся на такую новость о том, что Тереза Мэй представила министрам, своему кабинету министров, окончательный проект соглашения по Брэкзиту. И как только попробовал найти подробности по этому, какие-нибудь выдержки из этого документа, оказалось, что да, соглашение полностью расписано, но по-прежнему есть очень большой пробел пропуска в тех пунктах, которые касаются границы Северной Ирландии. Ну, то есть, фактически, можно сказать, что соглашения этого по-прежнему нет. Друзья, как и раньше, я склоняюсь в сторону и пользу негатива по фунту, потому что верю, как и раньше, именно в жесткий Брэкзит и думаю, что рынок убедится в этом лично уже совсем скоро. Поэтому короткие позиции по британцу в приоритете. Новый Зеландец против доллара. Ставку оставили на прежнем уровне 1,75%. При этом Резервный банк Новой Зеландии весьма оптимистично высказал состояние текущей экономики, отметил рост инфляционных ожиданий, также пересмотрел в сторону повышения прогноза по экономическому восстановлению. И Новый Зеландец, в принципе, отреагировал ростом на такой хороший прогноз. Я вчера рекомендовал закрыть позиции по Новозеландцу примерно в районе 67-50, 67-60. Друзья, если вы не пофиксили сейчас, то думаю, что подходящее время сделать это в рамках текущих торгов, потому что думаю, что на следующей неделе, но может быть чуть позже, мы вынуждены снова вернемся к протекционистской политике США против Китая, потому что все-таки эта тема остается, может быть, в тени, но она обладает серьезным потенциалом влияния на рынок, и вы сами лично могли не раз убедиться, что время от времени к ней участники возвращаются. Поэтому в случае очередного акцента в сторону больших проблем для Китая, это должно сказаться, опять же, на курсах австралийца и новозеландца. То есть по новозеландцу мы с вами заработали, собственно, зафиксировали профит, сейчас ждем ослабления австралийца, котировки 0.72-0.84, думаю, что разворот должен произойти, собственно, в самое ближайшее время. Доллар канадец 1.31.16, очень активно сопротивляются покупатели доллара, периодически покупатели канадца перехватывают инициативу. Мы видим то, что в рамках дня, собственно, покупатели канадца могут и уже не раз демонстрировали явное намерение упрощить свои позиции пунктов на 60, 70, 80. Однако, собственно, к концу дня ситуация снова меняется в пользу покупателей американского доллара, и в итоге мы по-прежнему наблюдаем пару долларов канадец в районе 1.31. Я считаю то, что впереди у нас все-таки период консолидации с небольшим непроложительным откатом котировок нефти по бренду WTI, поэтому раз канадец так активно в последней неделе реагировал на снижение цен на нефть и из-за этого, собственно, оказался под давлением, то, разумеется, любое восстановление, мы вчера в этом могли убедиться, любое восстановление будет приводить к резкому росту его котировок. Соответственно, друзья, чем ближе мы находимся к 70 долларам за баррель по бренду, тем выше вероятность сейчас локального отката и тем больше шансов, собственно, попробовать протащить пару долларов канадец снова ниже отметки 1.30. Это основной сценарий, которого я продолжаю придерживаться, и, собственно, по мере появления информации, дополнительных новостей будут держать вас в курсе. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.